Всем привет! Долго запускался эфир. Доброе утро, Вайкра! Подключаемся и говорим мне сразу, как оно работает. Как меня видно... Это два... Это, кстати, Хасад и Гвура, знаете? Разнообразие и все... Все возможности и правила. Это Авраам и Ицхак, кстати, тоже. Значит, так устроен мозг человека. Да, всем доброе утро! Слышно хорошо, видно хорошо, все хорошо. Кирилл Котелянский, привет! Георгия Нивня, привет! Максим Перенчук. Так, всем доброе утро! Сегодня, я думаю, мы сделаем последнее занятие. Последнее занятие в этом курсе. И сегодня мы его закроем. То есть у нас была цель привести доказательство Бога и потом доказательство Торы. И сегодня, собственно, мы займемся рассуждениями насчет, как из того, что есть Бог. То есть до этого мы занимались, есть ли Бог, почему мы думаем, что он есть. Сегодня мы займемся, собственно, лиммейской частью, почему должна быть инструкция, почему к этому должно быть что-то еще. То есть почему... Есть такое рассуждение, да, что он там что-то создал и оставил. Почему мы думаем, что он не оставил, почему он должен был дать инструкцию какую-то. Это то, чем мы займемся сегодня. Так, подключаемся, давайте чуть-чуть подождем, пока все к нам подключатся. Аня, здрасте. Так, поехали, поехали. Значит, чем мы будем заниматься сегодня? У нас, в принципе, из тех доказательств те темы, про которые мы уже с вами говорили. Там уже были доказательства Торы в том числе. То есть, мы с вами говорили про, в основном, просто про, откуда мы знаем, что есть что-то трансцендентное у этого мира. Основные доказательства были из причины следствий, из сложности, было там из выгоды, было из, вот недавно было, да, то, что из систем ценностей, то, что мы последнее с вами делали. Так теперь, некоторое, основное из них было, это то, что неповторяющиеся события, и что мы из этого учим. Теперь, поскольку теперь у нас вопрос уже не на Бога, про Бога мы говорили, теперь мы говорим про Тору. У нас вопрос следующий. Откуда мы знаем, что Тора, да, есть, почему она должна быть, и почему ее нужно было дать, почему должна быть инструкция, в принципе. Значит, первое, мы уже с вами сказали, и туда это тоже входит, это вот то, что неповторяющиеся события, там было про то, что большая группа людей получают, свидетельствуют, что видели Бога лично, это неповторяющиеся в истории события. И это написано в самой Торе, то есть, это доказывает и Бога, и Тору сразу. Это одна вещь, которая уже была. То есть, это факт, что письменная Тора, как минимум, да, она в рабочем, ну, то есть, это реальная вещь. Вторая тема, которая уже была про Тору, затрагивала Тору в том числе, то есть, говорила и про Бога, и про Тору, это то, что мы говорили вчера, это про эксперимент на прочность, то есть, что эта система ценностей вся, а в ней есть и Бог, и Тора, и указания мудрецов. Вот эта цельная система, она прошла весь эксперимент временем, и еще одно, которое включало Бога тоже, это из выгоды, то, что ты как на мир не смотри, у всего есть какая-то вероятность, и это та вероятность, которую выгоднее выбрать при любых обстоятельствах, даже если ты законченный материалист. Вот, а теперь мы займемся еще другими рассуждениями, как из того, что если есть Бог, как из этого следует, что должна быть письменная Тора и устная Тора. Значит, сначала займемся рассуждениями, есть логическое построение, просто чисто из логики, как, почему мы думаем, что Бог должен был дать инструкцию, и логика эта весьма-весьма простая. Заключается она в следующем, значит, ну, первое, с чего мы начинаем рассуждение, значит, мы с вами сказали, Бог есть, да. Ну, есть Бог, уже восемь доказательств мы приводили, да, на эту тему. Значит, он есть. Теперь, что это такое вообще, о чем мы говорим? Мы с вами говорили, что мы говорим, например, первое доказательство из причины следствия, что это первая бесконечная причина, у которой нет причин. То есть, это что-то бесконечное, что включает в себя все. То есть, если это что-то бесконечное, абсолютное, что это значит? Тут черный кабинет, да, мне надо красный галстук такой сюда, да. Значит, что такое теперь Бог? Это что-то совершенное, абсолютное, включающее все. То есть, у него нет недостатка. Если нету недостатка, то это значит, что? Что там есть, ну, и все мудрецы Торы тоже на это так смотрят, что это бесконечный разум, что это бесконечное сознание, и он знание, знающее, познающее и познаваемое. В общем, там очень сложные схемы. Ну, в общем, это знание и разум в том числе, бесконечные причем, если можно так это вообще назвать. Теперь, что мы знаем о разуме из нашего мира? О разуме мы знаем очень простую вещь. Как я могу понять, человек разумный или нет? Если я вижу палка, там, например, такая отесанная, да, палка такая, как это, стругало, как это называется этот? В общем, отесали ее, она такая красивая очищенная палочка. То я вижу, что... Дружеская встреча без галстука. Значит, то я вижу, что сюда вложено какое-то количество разума, но не очень, не очень сложного, не очень высокого разума, потому что та сложность и та упорядоченность, которая у меня сейчас есть, она такого не очень высокого уровня. То есть, достаточно понятная вещь. Потом, если я вижу, например, что я вижу вот такую вот, да, вот такую вещь, то это сделать намного сложнее. И сюда было вложено намного больше разума, и у этой штуки, у нее сложнее цель, и сложнее задача, и сложнее структура. И чем выше разум, тем больше структуру, больше упорядоченности, большую сложность вещи он создает. Теперь, если я вижу вот этот девайс-телефон, или вот такой вот девайс, да, вот такой компьютер, там, много систем, все очень сложно как-то, то из этого следует, что я понимаю, что количество разума, количество людей, которые туда вложили свои знания, оно гигантское, это корпорации, это десятки лет исследований, построения этой технологии. То есть, из сложности и целесообразности, то есть, получается, разум равно сложность, равно целесообразность. Теперь то, что самое разумное, получается, это будет, а, самая сложная система, и наш мир – это самое сложное, и мозг человека – самое сложное, что есть в этой вселенной. То есть, человек – это цель, цель творения в итоге, и сложности, мы знаем. А второе, это то, что чем больше, выше сложность, то есть вот у этой штуки, у нее функционал, ну, намного, просто, ну, невозможно сравнить с функционалом вот этой штуки То есть чем больше сложность, тем выше цель, и чем ты, чем у тебя у самого разум ниже, тем тебе сложнее выяснить из самой вещи, а в чем ее цель Потому что делал ее тот, у кого разум намного больше, намного сложнее, намного более великий, чем твой Теперь получается, что если Бог бесконечный, его разум бесконечный, значит, сложность этой вещи, в которой мы живем, наш мир, он бесконечно сложный. Ну, там, просто про кванты, да, можно начать разговаривать. И, как следствие, его цель, она, ну, какая-то нереальная цель. То есть, разум равно сложность равно цель. Поскольку бесконечный разум, значит, безумная сложность и какая-то невероятная цель. Теперь из этого следствие простое. Соотношение нашего разума и его как ноль к бесконечности. Ну, то есть, сколько бы этого ни было, любой ограниченный, ты будь хоть самым мудрым на свете, ты все равно, ну, где-то ищешь под фонарем, что называется. Это не все. А у него разум бесконечный. Из этого следует простой вывод, что если он создал мир и для этого мира создал цель, то каким бы умным ты ни был, ты сам не выяснишь всю цель и все инструменты, которые для этого нужны. Вот и все. Поэтому он, ну, то есть, он не мог, поскольку все разумное делает что-то с целью, а то, что действует без цели, это что-то безумное, мы называем, да. И поскольку разумное должно действовать с целью, весь мир целенаправленный, деревья куда-то растут, то есть, они сложные системы, у всего есть задачи, у каждого органа, у каждой клеточки, у 100 миллиардов клеток в человеке, у каждой есть какие-то функции, задачи, цели. Все целенаправленное, значит, весь мир целенаправленный, но поскольку он весь суперсложный, супер такой бесконечный, его источник тоже бесконечный, как следствие, он должен был дать собственную инструкцию по применению, то есть, сказать, что это за цель и какие средства к этой цели могут привести, потому что человек сам бы в этом не разобрался. Отсюда следует простая вещь. Инструкция должна быть дана сверху, как следствие должна быть, то есть, если есть бог, то он, ну, он как бы, грубо говоря, грубо говоря, вынужден был бы дать, что, собственно, со всем этим делать, потому что сами бы мы все равно до конца правильного ответа никогда не получили, это всегда было бы что-то относительное, субъективное и необъективное. Это первое рассуждение, да, то есть, просто по логике мы видим, что это должно существовать. Сложный разум создает сложные вещи, мы сами по определению ограниченные, а не бесконечные, как следствие, эта бесконечность должна нам сообщить, о чем нам, собственно, тут заниматься. Это первое. Второе, это я беру из видео, которое я здесь прикрепил, я скажу из него основные точки, чтобы, ну, и скажу, что нужно будет посмотреть в самом видео, это видос просто бомба. И он с инфографикой такой, и там прям встроенные субтитры. Значит, теперь мы сказали сейчас про... То есть, прошлые доказательства, и вот это конкретно, они про письменную Тору. Теперь вопрос, почему... Следующий, почему должна быть устная традиция? Почему что-то передается устно, а не в письменном тексте? И, в принципе, все... Все направления, все направления, которые из Тора, из иудаизма выходили, они начинали отрицать устную Тору. Так что такого в этой устной Торе, почему она обязательно должна быть? Значит, откуда мы видим, что вот эта устная передача информации должна быть, и то, что, в принципе, она главная. То есть, то, что Моше получал на горе Синай, это он получал... Ну, то есть, он слушал, он разговаривал с Богом. И письменная Тора – это просто конспектик. А весь Талмуд, вся устная Тора – это как бы и есть The Тора. Теперь, откуда мы видим, где мы можем увидеть, что вот эта устная штука, что устная традиция, устная передача информации, она обязана быть? В первой из самой письменной Торы мы видим это по ряду пунктов. Как? Идет сверху вниз или снизу вверх? Что именно идет сверху вниз? Как мы это видим из самой письменной Торы? Значит, первое. Есть энергия, идущая вниз. Окей. Значит, есть в Торе логические, прямо грамматические ошибки чуть ли не в каждом предложении. То есть, например, комментатор Раши, самый известный, который объясняет простой смысл, он, в принципе, не объясняет предложения, которые так вот можно понять. А объясняет Раши практически все. И грамматическая опечатка, ну, лексическая, там, синтаксическая, в общем, я уже забыл эти все правильные слова какая-то. В общем, построение предложения опечатка в Торе есть прямо в самом первом выражении. Там написано, В начале, ну, то, что в переводе там, в начале создал Бог, в настоящем это ради начала, а потом идет Что это значит фраза? Должно быть написано То есть, в начале тогда это было бы. А берешит барай луким Это как бы In the beginning of А потом идет пропуск, не сказано В начале чего Барай луким Создал Всевышний В начале чего-то Создал Всевышний И написано чего То есть, просто пропущенное слово Без смысла И ты не знаешь, что это То есть, первое Есть куча Ну, и таких вещей Бесконечное количество в тексте И это первая вещь И ты не знаешь, что это значит И как к этому подходить И как эти пропущенные места читать Как эти грамматические какие-то изменения Непонятные И не всегда Ну, не всегда сразу понятные читать То есть, много неувязок И много То есть, много того, что мы могли бы назвать Как бы вроде как ошибки Это первая вещь Вторая Нету вообще огласовок и знаков припинаний То есть, ты не знаешь, где кончаются предложения Например, рамбом говорил, что это принципиально Реально важно знать, почему Потому что Есть там пасуки, в которых Если не там поставить точку То получится там, например Что идолопоклонство Это заповедь Ну, то есть, просто там Меняешь точки Вот это казнить нельзя помиловать То есть, там Можно прочитать тогда из текста Абсолютно все, что угодно И нету огласовок То есть, ты не знаешь, как слово звучит От гласных завис Ну, вы знаете Вы врите Гласные не пишутся От гласных зависит, что это за слово И нету знаков припинания То есть, казнить или помиловать Вообще непонятно То есть, должна быть тоже устная передача Вот этой темы Следующее Это самый известный пример Это Ну, написано там Не вари козленка Дальше В чем-то матери Так вот это слово Хэлэвэ И оно может значить Как молоко Так же оно может значить И жир Это халав и хэлэв И ты из текста Никак не знаешь Какое это слово И что, собственно Тора запретила Прям по Торе Что нам нельзя В Бург Как это? Чизбургер Или жирбургер Непонятно Что из этого Что из этого нельзя И, наконец Самое Самое очевидное Это то, что В самой Торе Написано несколько раз Бог, обращаясь Мойше, говорит Сделай так Как я тебе показал Например, там Зарезание Зарезание животного Шхита Написано Я тебе это показал И делай это дальше Так, как я тебе показал То есть Есть такие Косвенные С чего мы можем увидеть Что должна бы быть Устная традиция Есть прямым текстом Прямо в самом Устном тексте Написано Одна вещь Это слушайте мудрецов Которые в твоем поколении В письменном тексте Написано И вторая вещь В самом В самом Письменном тексте Написано Что То есть Я тебе показал Там Как сделать шхиту А ты дальше делай Как я тебе показал То есть Получается Это все Все Должно идти Через Устную передачу Это не записано В самом тексте И это знают Те, кто это Те, кто это Передают друг другу Или там Тфилин написан Одевай Но что это вообще Как это выглядит И куда конкретно Там это одевать Ну Это все из текста Непонятно Вот Слово Халво Это А Если халява Да Есть такое Вроде как Ну это отдельная история Там Одесситская Вроде какая-то тема Такая Сленг Значит Теперь Какие есть решения Вот этих вот Грамматических Опечаток И проблем Первое решение Странное Ответить просто Что бог Он Ментальный Что у него Какое-то Как бы это сказать В общем Ментал Дизордер Скажем по-английски Чтобы не было Слишком грубо В общем Что у него Какие-то проблемы Ментальные Значит То, что он Решил нам дать Какую-то Просто непонятную Вообще Непонятную Штуку С ошибками И это Понятно Что это то допущение Которое мы делать Не собираемся Потому что мы уже сказали Что бог Это бесконечный разум И так далее Теперь Какой второй вариант Остается Только такой Что каждая ошибка В этом тексте Это намек На что-то еще более глубокое Из чего ты вытаскиваешь Еще более глубокий смысл Так И это Единственное Что остается Предположить То есть Сам этот текст Письменный Он Дико Нуждается В устном Объяснении Потому что там В принципе Это конспект В котором написаны Какие-то отрывочные Ну как бы Буквы Аббревиатуры Грубо говоря Из которого ты не можешь Из которого ты можешь Иметь общее Какое-то представление Направление Но не можешь Вывести Ну вот прям На практику Практически ничего И плюс Сам текст Говорит Что Есть это устное Описание Всего Всего Что собственно Есть в письменном тексте Так Из него И самого Это следует Теперь Хотел бы Бог Чтобы инструкция Была В рабочем Состоянии То есть Теперь вопрос Откуда То есть Она должна быть Теперь вопрос Откуда мы знаем Что она дошла до нас Вот это основной вопрос Так То есть Почему Сейчас мы объяснили Что она Да была Теперь вопрос Откуда мы знаем Что она исчезла Здесь есть два ответа Первый Он Простой такой Ответ Он Как бы Вот сам Раф Келлиман Говорит Он мне не нравится Но он То есть Он как бы Это удар Такой ниже пояса Но с ним ничего не сделаешь То есть С ним Ну то есть Так оно работает Что Раз он дал инструкцию И он Построил весь мир Чтобы была Эта инструкция Без инструкции Как мы уже выяснили Люди не поймут Что им надо делать То как следствие Из этого Он бы сделал А поскольку Он управляет миром Он бы сделал все Чтобы эта инструкция До нас дошла И все То есть То есть Ты с этим ничего не сделаешь То есть Он управляет миром Он дал эту инструкцию Без инструкции Мы функционируем Мы не узнаем Никогда вообще Кто он Что он Как оно Зачем Потому что Это все Больше нас И слишком сложно Значит Он бы по-любому Сделал так Чтобы она до нас дошла Это первое объяснение Но в принципе Оно не нужно Потому что Из самого мира Мы тоже можем увидеть Что она Спокойненько До нас дошла Каким образом Чудо То есть Это как бы Первое объяснение Оно такое Что чудом Второе объяснение Что это чудо Не нужно Потому что Очевидно Что сам этот механизм Очень сильный И что за механизм Это видео Механизм Ну если В общем Описываемые Видео То это то Как передается Устная традиция И то Почему мы знаем Что Ну то есть Это очень много цепочек Откуда мы видим Что эти цепочки Они не терялись Почему Какие факторы Влияют на то Что она передается Без потери Байтов Битов Информации И так далее Это все Посмотрите Обязательно По ссылке Это самое важное Плюс Вот к этой информации Почему мы знаем Что она все хорошо Передавалась Еще можно добавить То чего там нет Это что Ну например Вот Сарафан Не сарафанное радио Знаете Когда людей там В ряд ставят И говорят Там покажи другому Там Ну есть много этих видео В интернете Там покажи ему действия И люди вот так Друг другу передают А следующий не видит Они спиной стоят Потом этот поворачивается Этот ему показывает В общем там Очень смешно получается Передача такая Не работает Теперь вопрос Почему передача Торы работает И потом он просто показывает Если ты вот в этот ряд Подключаешь Например Денежный фактор Да Какие-то мотивации Заинтересованности А у евреев Это было не просто Мотивация заинтересованности Это всегда был вопрос Жизни и смерти Плюс если ты делаешь Много таких линий Плюс если линии Общаются на каждом уровне С собой То есть поколение То потери Потери информации Не происходит Это смотрите там Плюс что к этому Хочу добавить Это то что То что завязано На действии То есть если это еще Есть заповедь Действия Или какой-то ритуал И потом про него Можно спросить А почему мы едим мацу То тогда то что Та идея Которая под этой вещью есть Она тоже никуда Никуда не денется Вот И это Такое Рассуждение Почему То есть А почему Должна быть Тора письменная Мы сказали Потому что Ну то есть без инструкции Невозможно У нее должно быть Устное описание Это следует Из самого письменного Из самого письменного Текста И Теперь Второе Такое логическое объяснение Почему обязательно Должна быть Устная традиция Оно очень простое Тоже подробно Есть в этом видео Например Вы заходите в самолет И два пилота Переговариваются Между собой Говорят А как взлетать Знаешь Говорит Один другому Он говорит Ну я Да Пять книжек Прочитал на эту тему Это говорит Да Я тоже Классные книжки Тоже вот эти книжки Читал Ну полетели Да Вот Или К ней Эту хирургу Вы тоже заходите Да Он вам мозг Хочет резать И говорит Примерно Такой же текст Ну я Инструкцию Вид Там Инструкцию Ну почитал Там смотрел Ну знаю Как мозг Резать Сейчас порежу Вам мозг Вся Вся информация В принципе Вся практика И все главное Оно не передается В письменном виде В принципе Письмо Это то Что закрепляет Как бы Какие-то Главные точки Но Что собственно Делать И как Все функционирует Как взлететь И как резать мозг Это то Что ты можешь научиться Только смотря И наблюдая И обучаясь От учителя То как режут мозг Или то Как взлетать на самолете И без Без Того Что тебе сядет Инструктор И покажет Там даже машину водить Самому научиться Наверное Ну все равно Ты скорее всего Куда-то Врежешься Но любая вещь Такая глобальная Сложная И масштабная Реально сложная Ты обязан Это взять Где-то устно От кого-то Кто это умеет На практике И все это идет Из уст в уста Через устную традицию А письмо А письмо Это только то Что закрепляет Вот эту информацию Чтобы как-то Может как-то Дополняет ее Но собственно Мясо Основа Это то Что передается устно Как пилоты И нейрохирурги Не могут действовать Просто Просто Почитав Почитав книжки Вот И это В общем-то Это основная идея Почему должна быть Устная Устная традиция Хорошо Давайте теперь Мы с вами прошли Мне кажется Семь наверное Доказательств Самого Всевышнего Самого Бога Сегодня мы с вами Прошли еще Логическое рассуждение О том Что должна быть Тора Почему должна быть инструкция Это в связи с Его разумом Неограниченностью И нашей ограниченностью Но при этом У всего есть цель У цели всегда есть Средство к достижению Если я не понимаю Что это То я должен Обязан это получить Иначе цель Не будет достигнута Если все создано С целью И он создал Это для нее Значит он же Обязан дать инструкцию К этой Стиральной Ко всей этой Стиральной машинке Как она Как она работает Даже там С микроволновкой Некоторые не могут Без инструкции Разобраться И время на ней поменять Уж тем более Что говорить Про все мироздание Миллиарды людей И духовность И все вот эти темы Так Это было Наше первое рассуждение Второе Это почему мы Видим Из самого Письменного текста Который мы тоже Уже доказывали Что должно быть На него устное Объяснение Потому что в нем Есть ошибки И в нем в самом Написано Что должен быть Устный текст И плюс к этому Мы добавили Мы объяснили Почему эта передача Дошла бы до нас А Бог бы не запустил Чтобы она пропала Б Смотрите в видео Почему мы Даже без чуда знаем Что передача Это работает Очень сильно Ну и как Как часы И наконец Мы с вами Выяснили Тоже по логике Почему должна быть Это устная традиция Потому что Все что передается Ну вот реально Оно передается Устно А какие-то Письменные галочки Делают просто Чтобы не забыть Общий Общий контекст Но все главное Мясо Инструкция Обучения Оно передается Только через практику От учителя К ученику В общем Я думаю Что этого Это курс Молодого бойца Этого достаточно Для всего Базового понимания Вообще То есть основ На которых мы базируемся То есть это Как бы две главные основы А. Всевышний Б. Тора В. Устная То письменная И. Устная Тора То есть мы получается Построили Какой-то фундамент Какую-то базу Под этим всем И это очень важно Для ясности И для выстраивания Своей системы Ценностей Правильного функционирования В мире Для ясности Для просто Для того чтобы знать Что делать Как делать Зачем делать И каким образом В мире функционировать Как на него смотреть И каких убеждений Придерживаться Ицхак сейчас Где-то Не в Киеве Завтра должен быть он Я так думаю Все Натерпелись меня Да Будет Ицхак Все Всем большое спасибо За внимание Я думаю Что может быть Еще что-то К этому курсу Добавлю И посмотрим Но я думаю Что как бы Все базовые Основные вещи Мы с вами закрыли И это очень важно Очень классно Всем прекрасного настроения Bye Желаю больше ясности В вашей жизни Больше удовольствия Счастья И все такое Все вайкра Всем доброго утра Пока-пока Сейчас посмотрю Ваши комментарии Отвечитель конченеку Как было в прошлом Видосике Да Да Он там Кстати В этом видео Тоже приводит Всю цепочку По учителям По именам Можете Это тоже Там посмотреть Обязательно Этот видос Вот этот Обязательный На ютубе Кстати Есть кнопка Смотреть позже То есть Это тоже Очень удобно В этот плейлист Лично я себе Тоже все добавляю И потом Смотрю Так Оксана Павликова Опыт равно навык В инструкции Это не напишешь Да Все передается Через опыт И устные торы Это передача Передача опыта То есть Это основное Так Что-то еще Вы здесь писали А вот Разум Плюс мотив Плюс Целесообразные действия Движение В направлении Да То есть Разум Равносложность Равно цель Все Всем большое спасибо Bye